Привет! Идеальные подвески, по мнению тех, кто просто обожает питаться фастфудом. С такими отличительными знаками своих единомышленников будет найти несложно. Следующий тип украшений уже не смотрится так позитивно. А вы знали, что если разбирать куклы по частям, то они станут пугать ещё сильнее? Конечно же знали, кого я спрашиваю! Хоть такой тип украшений согласится носить далеко не каждый, но Фактория всё равно хочет отметить то, с каким профессионализмом они были выполнены. Этот кулон пугает своей реалистичностью, но не переживайте. Ни одно живое существо в создании украшения не пострадало. Разве что чья-нибудь психика только. Такое кольцо будет действительно полезно лишь в том случае, если дома отключили свет, а все твои гаджеты внезапно разрядились. На вторую руку тогда надо кольцо с зажигалкой или какой-нибудь браслет со спичками. Можно ли теперь считать себя настоящим повелителем мух? Уильям Голдин точно бы одобрил такие колечки. Присылайте по ссылкам в описании под видео странности, которые вы встречали. Если вы уже сняли брекеты и без них стало как-то непривычно, то есть выход. Вы можете хоть всю жизнь носить миниатюрные брекеты у себя на руках. Пожалуй, самые странные серьги, которые только можно было вообразить. Да, теперь каждый может стать счастливым обладателем второй пары ушей. Знаете, это в принципе можно считать безвкусным украшением, как минимум потому, что никто в адекватном состоянии не кладет в карри зеленый горошек. А следующее колечко имеет все шансы стать очень популярным украшением, потому что это один из самых часто используемых эмодзи, так что многие точно будут в восторге. Ну, я еще понимаю, бургеры и картошечка фри, но для кого созданы кольца в виде консервов? Неужели тоже найдется настолько же преданный фанат? Хоть эта серьга и выполнена довольно изящно, но сама идея все так же оставляет желать лучшего. Хотя куда я лезу, мне этот мир явно не понять. От одного вида на это кольцо уже можно проголодаться, но поверьте, впереди еще будет много тех случаев, когда аппетит напрочь исчезнет. Так что не спешите открывать вкусняшки, потом передумайте. Да, согласен делать мозги на кольце, это очень странно, но вы только посмотрите, насколько мастерски все выполнено. С этой точки зрения придраться не к чему. Еще одно кольцо с участием мухи, но в этот раз одного насекомого явно было недостаточно, и его дополнили замечательным зубом. Ну что, как вам? Да, почему бы не сделать имитацию ползущего по голове слезняка. Всего лишь заколка для волос, а сколько эмоций она будет вызывать у окружающих. По-моему, найдены идеальные серьги для тех, кто не просто работает, а буквально живет в офисе. Хоть это и выглядит необычно, но фактории задумка очень понравилась. Следующий тип украшений сложно как-то классифицировать, но оно создано для того, чтобы сделать лицо менее привлекательным. Считаете себя слишком красивой? Тогда это ваш выбор. А если вам недостаточно волос на голове, то их можно носить еще и на руке в виде такого замечательного браслета. Интересно, а из своих на заказ сделают? Следующий творческий гений выбрал одно направление. Он занимается украшением из старых столовых приборов, тем самым давая им вторую жизнь. Такому роскошному колье нужно будет подобрать соответствующий наряд. Вот к Хэллоуину оно бы точно идеально подошло. Но праздник уже закончился. Обручальное кольцо-капкан для тех, кто просто обожает иронизировать над всем происходящим в своей жизни. Идея все-таки крутая. Просто представьте, каково сидеть и обедать с человеком, у которого на руке красуется такой глаз. Все время будешь чувствовать себя как-то некомфортно, особенно если это какая-нибудь деловая встреча. Я, конечно, понимаю, на нашей планете множество безумных любителей котов, но чтобы сделать парные кольца с котейкой и его лотком, это уже явно перебор. Ну, а это кольцо уже точно сможет без труда найти своего покупателя. Правда, выглядит оно достаточно хрупко, так что придется поменьше размахивать своими руками. Я надеюсь, что эта зажигалка полностью декоративный элемент, потому что носить на голове что-то воспламеняющееся слишком опасная идея. Колечко в виде кодового замка выглядит куда безопаснее, но если оно, конечно, без труда снимается, без правильной комбинации, иначе забудешь пароль и потом будешь долго жалеть об этом. Заметили, что у людей, которые любят кошмарные украшения, есть особая страсть к зубам. И я тоже это заметил, но своего они добиваются, привлекают внимание со всех сторон. Еще одна интересная сережка. Хотели бы носить у себя в ухе небольшого динозавра? Тогда это точно ваш вариант. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Из всей еды, которая нам сегодня попадалась, круассан на этих жемчужных бусах, пожалуй, выглядит элегантнее всего. А с владельцем таких когтей явно лучше лишний раз не шутить, потому что они выглядят как самое настоящее холодное оружие. Правда, повседневные задачи выполнять в них вообще невозможно. Очень суровое украшение. В комплекте с каким-нибудь браслетом из гаечного ключа будет смотреться вообще обалденно. А вот, собственно, и оно. Не браслет, конечно, а колечко. Но так даже лучше. Причем не забыли его даже камнем украсить. И брутально, и изящно одновременно. Ожерелье с маленькими баночками, наполненными различными специями. Идеально подойдет для профессиональных поваров или просто любителей вкусноготовить. А этот браслет предназначен уже для дизайнеров и для модельеров. Хотя и самой обычной швее тоже превосходно подойдет. В общем, любому человеку, который так или иначе связан с созданием одежды. Я уверен, что эту штуковину даже носить дискомфортно. Но на что только некоторые не готовы пойти, чтобы выглядеть эффектно. Каждому свое. Кольцо с кубиком сахара действительно существует. И каждый сладкоежка его точно оценит. Своего рода заначка на черный день. Еще одно зубное украшение. На этот раз оно выглядит не настолько отталкивающее, как в прошлой. Но в повседневной жизни все равно будет выглядеть как-то странно. Чего не скажешь про данный гребень. Просто покажите мне человека, который с удовольствием станет носить такое украшение. Мне действительно просто интересно увидеть, для кого такие изыски создаются. И геометрические украшения все так же не теряют своей актуальности. Порой автор забывает про адекватные размеры, ведь его фантазию невозможно сдержать в рамках. После многих предыдущих случаев, здесь остается сказать, что да, это странно, но все равно выглядит как-то даже миленько, что ли. На нашей планете хватает ценителей чая, которые и дня не могут провести без своего любимого напитка. Если у вас есть такой знакомый, то вы знаете, какой подарок ему подбирать в случае чего. Еще одна неординарная идея. Хорошо, что в этом случае ее не постарались сделать максимально реалистичной, иначе наша психика бы точно не выдержала. А это кольцо должны оценить фанаты старых восьмибитных игр, в частности любители вселенной братьев Марио. Да что уж сказать, я бы и сам от такого украшения не отказался. Вы всегда зачем-то хотели иметь дополнительный палец на руках? Ну что ж, тогда можете возрадоваться, ведь такая возможность наконец появилась у каждого. А жерелье с мышами на фоне этого явно блекнет. А теперь представьте, насколько роскошно насекомые смотрятся в сочетании с шикарным вечерним платьем. Глядя на такие украшения, у меня создается впечатление, что их дизайнеры сильно голодают, поэтому приходится создавать то, чего им так не хватает в реальности. Еще один зубной браслет, но его изюминкой стал золотой зуб, который немного разбавляет собой эту композицию. И если просто украшений из частей кукол, которые я показывал в начале выпуска вам, будет маловато, то у меня есть еще одна идея. Колечко, которое показывает окружающим язык. А что, если вставить сюда линзы для очков, то будет очень даже полезная вещица. Лишь бы тонкая проволока, на которой все висит, выдержала. Зачем каждый раз тратить время и деньги на создание очередного особенного маникюра, если можно просто носить украшения на пальцах в виде золотых ногтей? Ну, наконец, тему с едой развели как-то более креативно. Это ведь действительно можно признать произведением искусства, а всего-то стоило чуть больше пофантазировать. Представьте, насколько кропотливый труд был в процессе создания этого кольца, и все потраченные силы определенно стоили того, потому что это просто бесподобно. Это уже не просто пластмасса там какая-то, а полноценное ювелирное изделие. Даже боюсь представить, какой ценник у этого чуда. Еще одна интересная задумка, которая была идеальна и минималистично воплощена в реальность. Можно будет потом даже такую же маленькую кофту на плечике повесить, почему нет? Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok